па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий от канала Купленов Play и игра под названием Найди Себя Find Yourself от уже небезызвестного разработчика Эйбика Геймс, уже по-моему две или сколько-то, или одна Одна точно игра уже была от него На почту прислали, но до этого я её сам в стиме, соответственно, нашёл Вот, поехали Поехали, что это хоррор психологический, если я ничего не путаю Там все вот эти вот страшные вещи и прочее Так, Эймик Геймс представляет, хорошо Хорошо, представляет замечательно Ничего не двигается, прекрасно Помылся, собственно, недавно, поэтому сегодня волосы у меня падают только в путь Эфтер флэшлайд, окей Настоящий искренний русский язык Шеф, так, это всё, окей, я понял Пошли, это метро Включить фонарик, а, спасибо Почему-то, короче говоря, половин текстур Ты куда ты? Хе-хе, плайн текстур Не понял А прыгать как? Плайн текстур, почему-то на английском Описание на русском Я толстый и не прохожу Окей, а, вот ещё А левт-маус интерактировать Хорошо, давай-давай-давай интерактировать В 5.30 вечера встреча с психотерапевтом Хорошо, хорошо А, это взять можно было? Взять, без проблем Окей, расписание, собственно, я себе записал Расписание Так, Wi-Fi, кстати, работает А интернет нет Вот и всё Вот как бы так происходит сейчас Хе-хе, так и есть Пойдёмте отсюда Не поняли Ну, по-моему, не страшно А, ха-ха-ха Смешно, да, смешно, забавно Как играть, собственно Как играть, куда идти По-моему, здесь везде тупики Были страшные звуки И вроде как надо было Немножко подбосраться, но немножко Как было немножко подбосраться Но немножко не до этого совершенно, да? А что, да Да мне не клятся Красиво Чего ты там свертишь мне В конце-то концов Так, побежали Прыгать не могу Если что, я перепрыгнул только в путь А, вот сколько Middle mouse focus look Ну-ка, ну-ка Хо! Хе-хе-хе-хе Я на самом деле больше испугался вспышки Основная часть игрового процесса Это сфокусироваться, понятно Какой громкий звук Обосраться просто Да как тебя взять-то? Ты же не работаешь Алло Ха! Едите, твою мать Ты дурак, что ты совсем, бля Хе-хе-хе-хе И вот это Нигде за вспотел Так, спокойно Спокойно, аккуратно О, так более-менее Так, ладно Это психологический хоррор Потому что психотерапевт Психотипарериатор Короче, все страшно Супер-старцы, все печально Я ничего не вижу сейчас Ну так как игра инди Игра малобюджетная Соответственно, никаких эпичных заставок Никаких кинематографичных трейлеров Мы здесь не увидим, соответственно Развиваем фантазию Черный экран Едет поезд Он пытался тормозить Судя по всему, не успел Что-то врезался Разбил стекло Все ясно Так, первый акт А монстры среди нас Хорошо Ну хорошо Монстры среди нас Где? Почему среди нас Если я здесь среди один всего? Сегодня тут заблокировали Куда не пускают Ну пойдемте погуляем Пойдемте погуляем по метро А страшно, конечно Страшно Непонятно, что происходит вообще Надо главное всматривать Что это? Так, давайте попробуем еще разочек Давайте попробуем Вылетела игра Вылетела Так, спереди Она все-таки сюда, да? И как ты работаешь? Я нажимаю левую кнопку Он не работает Алло! Кто там везет-то? У меня, в принципе, сзади есть такая же... Подожди-ка Я понял Основной элемент гейплея Ну? И что? Очень громкая игра Она просто катастрофически громкая Она прям бьет по ушам Что просто невозможно Надеюсь, что больше вылетать не будет Иначе это будет все печально Так, это может ты орешь-то, нет? Брат-то вон твой близнец Или сестра Чего орете-то? Чего вообще? Чего вообще одни в метро делаете? Я не понимаю Кто вас тут оставил? Кто вас сюда пустил? Без билетников Насажают целое метро А потом есть непонятно как Откроем, нет? Алло! Зажал кнопку, пытаюсь дергать Смотрю-всматриваюсь Какие странные колеса Как это ездить вообще Это же не должно работать Ну как? Чего? Е! Спасибо Так, ну она не работает Ладно, пойдем назад Очень странная игра Если так дальше пойдет То я ее выключу И этого видео вы не увидите Особенно зачем-то об этом об рассказываю Ну не знаю, просто так Просто так в чем нет Возможно Да что там творится-то? Это так нынче называется Психологический хор Когда непонятно что происходит Просто орут дети что ли? Ну давай, окей Я нажимаю Е многократно Много раз Та я тебе, твою мать Давай ходить туда-сюда Хорошо Спасибо Хоть что-то заработало Ну отлично Нет, ну если это психологический хор Судя по всему Нас не особо здесь убьют Так, еще один Здрасте О, а это я помню примерно Это я не Это, это А, нет, это не то Просто сильно похоже Был как раз таки на прошлую игру Так сказать Данного разработчика А, Сэм и Кевин Блях, обессорянный вид Да, я просто приюшку бы забрал Не, ну я заберу Чего, просто вот так немножко сделать Чтобы как бы не очень сильно Слепило что ли Как-нибудь фотошопом Конечно, все это дело Исправить Вроде как и нормально Хорошо Право, картинка совершенно не подходит под хоррор Может быть взять ту, которая была в начале Типа скрэмор, который был Когда темнеет, мама ведет себя странно Может быть мама пьет вино Когда темнеет Просто ей типа как-то, ну не знаю, расслабиться Тяжелый день, там был еще что-то Да, конечно, но вот эти градусики Вот эти вот газики Они себе немножко в головешку ударяют И все Или она запирает тебя в комнате, когда темнеет Ну так правильно, нехера шататься по дому, когда темно Спать на одну ночь что-то Спать, набираться сил к следующему дню Блях, как я ненавижу такие игры Где нужно непонятно что делать Просто тыкаться во все подряд Прям вот, ну не знаю Прям вот, вот, спасибо Красное солнце озаряет путь белому рыцарю Понятно Понятно, что это бессмысленный набор слов А, подожди, еще одно понятно Так, мама меня наказала и закрыла в комнате Папа, вернись домой После того, как ты ушел Мама стала совсем плохо со мной обращаться Ну окей, допустим Пойдемте Ну да, это игра из разряда Да и те же пассатижи Игра из разряда, когда нужно реально куда-то тыкаться Первая часть А, все такая длинная, короткая, маленькая Прям такая крошечная Будем просто ходить и всматриваться во все предметы Может, что найдем Может, что увидим Может, что случится Может, что сделается Ну так если наказали Если заперли в комнате На улице темно Ложись спать Что это прячется под кроватью? Что там? Что такое? Хули ты забыл под моей кроватью? Алло, я сейчас мамке расскажу О más А, фонарик выключился просто Ладно Тут стоял какой-то этот Человек-бык Минотавр какой-то стоял Там кто? Я спрашиваю Алло Уходите нахуй Из-под моей кровати Ты как туда залез вообще? Ты как туда попал Алло, тут еле не пролезешь Вообще ни разу Может меня выпустят? Ну, выпустите, в конце... О, еще записочка. Так, а он сможет найти выход, если последует против черной тьмы. Ясно. Что? Имахуру. А, нужно кресты. Я понял, кресты это воспоминания. Кресты это то, что... Бляха, откройте дверь мне! Взять. Взял крест, хорошо. О, чемодан убрал. Вторая часть, спасибо. Какая длинная игра. Какая длинная игра, так быстро проходит. Алло! Включить другую волну, неинтересное радио. Каждый раз меняется какой-то звук, значит, что-то страшное заливает, да? Кто там? Я все вижу! У меня есть буква Е! Ой, короче, не будем задерживаться на одном месте. Будем просто ходить туда-сюда, глядишь, что-нибудь произойдет. Глядишь, что-нибудь сделается. Может, чуть-чуть и обосремся. Так, про апгрейдить свой лучший национально широкий план вызова за 29 долларов. Хорошо. Это, типа, может быть, без роуминга по всей стране. О! 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 Друган! Ага, вижу, вижу. О! Работает сосредоточение. Да хватит тебе фонарь-то выключить. О! Работает сосредоточение. Хе-хе-хе-хе-хе. Все, я полка наградится. Я полка на работу. Нужно просто всматриваться. Всматриваться во все, что угодно. Смотреть по вот этим посидушечкам. Искать записочки, газеточки. Что, побежал я? Побежал! Музыка знакомая. Откуда ты это слышал? Слышал, слышал, да. Ну и что, ты не дошел? Кто-то, блядь, с чемоданом... Ох, ты ж, ёбаный тебя в рот. Ну серьезно, что ли? Отстань, монстр в доме. В каком доме я в метро, блядь? Я что, в метро? Я что, бомж? Я в метро живу. Ебаба, Никита. Я не знаю, знаешь, если вдруг товарищ Эмико Геймс посмотрит это видео, нужно найти, чем открыть. Нужно. Так, сразу хочу сказать. Я, конечно, в комментариях вас тоже попрошу об этом написать. Но мне кажется, что начинать психологический хоррор с полного пиздеца сразу просто выплескивает на игрока сразу все, что есть. Это глупо. Это глупо, это неправильно. Это плохо. Это плохо влияет на восприятие игры. То есть, ну я вот увидел сразу весь пиздец. Ну и теперь я понимаю, что каждую секунду просто будет какой-то пиздец. Это не психологический хоррор. Это просто, получается, дешевый скримачный инди-хоррорек. И все. Психологический хоррор, он должен долго раскачиваться. Долго начинаться. Но при этом не быть муторным. Не быть каким-то затянутым, чтобы игроку надоело, блядь, в него играть, потому что ничего не происходит. Нужно делать как-то более баланс. Потому что сейчас слишком дохера скримоты. И вообще мало чего происходит. Вот чем я должен ее открыть? Вот чем? Я вроде все осмотрел. Туда-сюда сходил. Что мне, руку у кого-то забрать? Дай руку и открою. У нас висит огромная цель. Наверху. Что-то должно быть наверху, наверное. Судя по звуку, кто-то висит на какой-то прорезине на веревке. Висит и, не знаю, качается, смеется, угорает надо мной. Что-то вроде того. Ходить туда-сюда, это очень забавно. Да, что я где не вижу. Я предполагаю, что мне нужен какой-то болторез. Ну, либо лом. Хотя ломом, конечно, вряд ли. Или, может, всмотреться куда-то надо. Вот в жопы смотрюсь. В чемодане болтореза никакого нет. Кусачек тоже. Ну, молотком не открыть. О! Ну, окей. Что поменялось? Ничего не поменялось. Там кто-то утонул, или что за звуки-то? Что-то булькает, пулюлькает. Давайте по потолку прогуляемся. Я не вижу ни одного логичного способа открыть эту цель. Вот где-то там. Что? Где? Где-то что скрипит? Справа где-то? Туда не пройти. Манекены все заняли, манекены все закрыли. Ну, был скример. Был громкий звук. Есть цепь, открыть не могу. Не знаю почему. Но я не вижу чем. А если я не вижу чем, значит, мы переходим к следующему хорруру. Этот хоррор мне откровенно не понравился. Я не понимаю, что... Ой, я понял, что... Ладно, хорошо. Ладно, ладно. Давайте посмотрим повнимательнее. Нужно найти верно... А, теперь ключ будем искать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какой ключ? А, вот замок. Нужно найти верный... А подожди, их еще много, что ли, здесь? Это я должен сейчас вот по боссоному полуметро на карачках искать какой-то ключ, что ли? Интересный парень. Ладно, давайте, давайте поищем, ладно. Ага! Дай ключ, собака! Вот, конечно, ключ. Ладно. Нужно найти чем... Кого открыть? Вот ключ лежит! Ключ взять. Хорошо, пойдемте. Я больше не могу... В смысле ты не можешь ошибаться? Ты что, ебанулся? Какой тут ключ верный? Что? В смысле? Она не где-то есть подсказка какая-то, что ли? А какой из них правильный-то? Ты не проснулся. Ничего вообще не понял. И откуда я начну? Ой, как же гром. Клан, давайте убыским этот процесс. Да, иди ты нахуй. Так, а, хорошо, нужно чем это открыть. Давай, допустим. Да нажимаю я! Найти чем открыть. Допустим, ладно. Так, где ящик? Вижу ящик, поехали. Теперь нужно найти эти верный ключ. А как мне понять, какой из них верный-то? Методом перебора? Они же все одинаковые. Вот есть маленький ключ. Это он, типа, верный, да? Так, а как определить-то как? А как это определяется-то? Так, а! Как это определить? В чем соль? Так, ладно, эти я брал. Я, я, подожди. Замок как замок. На каждой связке, судя по всему, есть по маленькому ключу. Какой из них правильный? Вот этот правильно, со свечой? Че где происходит? Да возьму вот этот, ладно. Да, бля, как в него попасть-то? Ну, хорошо. Окей, спасибо, взял верный ключ. Да хватит мне шипеть-то тут стоять! Они шипят, они, блядь, стоят. Нет, со звуком эффекта, конечно, явные переборы. Окей, беру. О, болтарез, заедусь. Эээ, яс. Ага-га! Нужно расчистить путь! Расчистить путь! Расчистить! Ситики разобрали, быстро отсюда все убрали! Быстрее! Действительно. Ебать, что творится. Да, это психологический корр жесткий, конечно. Это типа имеется в виду, что я просто во сне, что ли? Ну, во сне, да, во сне периодически не такая хрена случается. Мама рассердилась, что я выключила свет в доме. Давай по-новой, все хуйня. Запускай. Я надеюсь, что мы начнем... Да, спасибо, мы начнем отсюда. Все, свет я в доме не включаю. Я, походу, девочка, и свет я в доме не включаю. Так, а я вижу монстра в своей комнате. Мама мне не поверила и заперла в подвале. Гениальное решение, блядь. Вот это нихуя мама не дает. Зачем? В смысле? Не поверила и заперла в подвале, блядь. А поговорить там, а объяснить, а послу... Кого? А поговорить, послушать, там, типа, расскажи, что за монстры. Давай пойдем посмотрим. Че, как, че, зачем, почему. Может, какие-то психологические проблемы. Может, нужен доктор, врач. Работник какого-нибудь специального отдела. По борьбе, по работе с детьми, которые видят монстров. Да что ты так крикнишь, что мне, блядь. Так, окей, нужно, значит, что-то найти, не включая свет. Я понял. Вот это сны. Даже, ну, это все, если сны, то зачем паниковать-то, как бы, ну, сны, сны. Мамка, конечно, страшная. Страшная мамка обосраться. Выглядит она явно очень... Не, это как, недоброжелательно выглядит. Очень плохо выглядит. Так, ну и че. Нужно найти определенную банку. Вот опять-таки, да, как спрятать в четырех, блядь, голых стенах то, что нужно найти? Вот так надо спрятать. Я не понимаю вообще, с чем можно взаимодействовать. Велик? Не работает. Стиральная машина, казалось бы, открывается, что-то достается, не работает. Фонарик светит, кстати, очень неудобно. Так, это я не включаю, секунду. А то там расижу опять маманю, она мне опять нахуярит. Есть предположение, что эта дверь как-нибудь откроется, нет? Взять я эту записку не могу, прочитать прочитал. На потолке вроде все нормально. Единственное, что здесь есть, это куча банок. Причем банки почему-то разные. Некоторые без этикеток, некоторые с этикетками. Биф, стэн, наверное, какая-нибудь тушенка. Тушенка, говядина, что-то вроде там. Так, я не понял, маманя, открой, пожалуйста, дверь. Можешь посмотреть в петлю вот сюда. В петлю, блядь. В дырочку ключную. В скважину, в замочную. Чего не открывается? Вот так вот. Это просто название, да? Можешь покрутить? Что-то мне кажется, я слишком здоровая для девочки, которую мамка может запирать в подвале. Что-то прям очень здоровая я окажусь и выгляжу. Опа! Не понял. Нихуя себе. Ха! Вот это поворот! Вот это да! Это другая вселенная. Другая реальность, понятно? Ебануться! Ах ты да! Серьезно, ну-ка. Так, ясно, 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 ясно. Ты понял? Вот это обман. Называется оптический обман. Иллюзия. Иллюзия. Это жесть. Это непонятно вообще ничего. Другое измерение. Да, это оно, я понял. Так, хорошо. Другого измерения я подобрал лом. Другого измерения я включаю рычаг. И всё, и всё нормально, да? Давайте включим. Я в другом измерении, мать! Я в другом измерении! Ты не можешь ко мне заходить! Я ушла из твоей реальности, слышишь, ты! Опять ЮАРу на Таваки. Ну какого же хера-то? Ну что ж такое? Это ЮАРу на Таваки, окей. Так, а что у меня по времени? Время-то идёт, а время не идёт. Ну и ладно. Так, хорошо. Ну дальше продолжаем. Типа, игра потихоньку продвигается. Но опять-таки, это не отменяет моих слов, что здесь слишком много поначалу было всего. Так, я в каком измерении? В какой я реальности, блядь? Мне сюда... Да хватит там стучать! Так, я в другой реальности, хорошо. Я взял лом. Беру лом, хорошо. Да, здесь... Это конец, она сказала? This is the end? Хорошо, выходим назад. Выходим в другую реальность. Отлично, другая реальность. Опачки. Мой друг Бигфут. Барбара Финчер. Бля, вот это, конечно, да. Вот это можно взять на приюшку. Это уже совсем другой уровень крипоты, нахуй. Это уже просто страшно. Это балум бой? Похож, да, на ФНАФ? Так, это совершенно другой уровень страха. Это просто... Это вообще... Это нереально. Вот это пойдёт на приюшку 100%, потому что это крипово смотрится. Так, что здесь? А сколько я себя помню, моя мать всегда вела себя странно. Так ты же говорил, только по вечерам. Барбара Финч. Подожди, Барбара что-то знакомая. Барбара Финч. Мне кажется, я где-то то ли сериал какой-то, то ли кино, то ли что-то вроде того, где была девочка с таким именем, и её, типа, с детства там убеждали, что она что-то видел, что она там давала интервью, какие-то что-то ещё. Так, это мы видели. Так, мы сейчас в какой реальности? Мы сейчас в реальности Барбара Финч. Правильно я понимаю? Я в них запутался. У меня есть лом, если что. Но я не знаю, что им открыть. Так, это дорога, может быть, здесь открыть уже? Может быть, и что надо тут ломать? А, ну, конечно. Ага, отлично. Так, здравствуйте, господа. Вас тоже... Вас тоже мамка хуярила за то, что вы всё отключаете. Ну, потому что не надо ночью всё отключать. Ну, мамка спит. Что в нём? Что-то есть. Так, а чё у меня с ломом-то сломался? Теперь мне нужен ключ, правильно я понимаю? И не запутаться в реальностях. Что в нём? Так, можно я пройду? Мы живём в подвале магазина какого-то, или чё? Это вот столько манекенов. А, я должен подумать над своим поведением... Уже должен, хорошо. А, я должен подумать над своим поведением, но мне тут только страшнее. Ну, хзблядь. Ну, типа дверь в подвал закрыта. Кто сюда придёт, кто сюда войдёт. Так, ну, поехали ещё разочек куда-нибудь. Чё, всё? Ну-ка. Ну, всё, что сломали мне измерение, реальностью сломали, что ли? Ну, ёптой мать! Может быть, свет включить? Да, бляха, свет включишь, опять мамка прибежит. Давай попробуем. Просто вариантов больше нет. Я спрячусь в комнате, там, в сундуке. Это игра многопопытковая. Многопопытковая игра, в которой непонятно, что делать. И каждый его следующий шаг может тебя убить. Эта игра сто процентов про это. Сто процентов про это, это игра. Хорошо, поехали дальше. Очень сложные загадки, сперва за ней решить. Это плохо, кстати. Решать загадки методом подбора, ну, такое себе. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, здесь есть просто... Я, скорее всего, ну, сто процентов, я что-то не вижу. Ну, ты же, блядь, надо было так хорошо спрятать, чтобы я этого не увидел в конце концов. This is the end, да, это конец. Это конец, это пиздец, согласен. Так, ладно, уходим в другую реальность, поехали. К Барбаре Финч. Так, это открываем, хорошо. Записки мы все посмотрели, записки не берутся. Так, пацан, сфокусируемся на пацане. Как жизнь, нормально все? Поддержь на превьюшку. Поддержь, дурочок. Ты прям такой страшный. Вот так, вот, превьюшка еще лучше будет, смотри-ка. Прям хорошая превьюшка, да? Прям такая крупная, не надо будет мельчить, там что-то увеличивать, вырезать. Все отлично. Все отлично, все хорошо, все нравится. Так, еще раз возьму ее. А что, реально, что не взять, замок-то не взломать. В этом же... Так, ладно, читаем записку еще раз. Приблизить, отменить, отдалить. А-а-а, ну да. Ну, серьезно. Ну, я же понимаю, что нужен цвет крест. Значит, логично. Что в нем? Маленький труп, я не знаю, что в нем. Ну, вот же крест. Я так понял, что крест работает телепортом в какие-то измерения, где-то что-то вспоминаешь, что ты делаешь. Но он не берется никакой. Может, так? Я не понимаю. Может, это баг? С какой стороны к нему можно подойти? Ну-ка, встань. С этой стороны он не берется. С этой? С этой тоже. Так, ладно, окей, допустим. Молоток беру. Нет. Ломик. Нет. А что тогда? Может, нажать на Барбару Финч надо? Нет, не надо. Сюда? Не надо. Сюда? Не надо. Так, ну-ка. Ладно, кричит Барбара Финч, хорошо. Что у тебя есть? Может, у тебя что-то в кармане лежит? В рюкзаке. О! Здрасте. Ты куда? Ты подсказываешь мне путь, да? Тогда просто ходим, окей? Тогда просто ходим от места к месту, пытаемся что-то сделать. Пытаемся найти глубинный О. О! 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 Все поменялось от шарика. От места. А! Ебать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, окей, меня закрыли выход в другие измерения, ясно. Бабуля приехала и закрыла дверь. Так, ну допустим. Допустим! Ой, блядь, шептуны ебаные. Так, смотри, навалили рисуночков. Скорее всего, меня подводят, к тому же здесь есть крест. Я как бы его сам уже заметил. Бля, мамань, я что нахуй могу тебе сделать? Я вообще свет не включал, а хожу, блядь, еле-еле. О, заперла, кстати, мамка. Нихуя прикол. А теперь в крест, сто процентов. Да ну нет, не в крест. Это чисто сейчас психологическое, да, пошло? Чисто надо ждать и обсираться, да? Окей, ждем и обсираемся. А женщина в синем платье шепнула ему. Будь сильным, мой белый рыцарь, и впереди тебя ждет борьба за зеленые луга. Нужно найти способ вернуться. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. И вазит это клоунов в последнее время, хуево гора. Отлично. Так, я вернулся. Я вернулся в медведя. Заебись. Дя. Так, открываем, нет? Че там, кто там? Где клоун? Я за... Я уже про... Ну да, это сойдет. А, что поделать-то? Взять медведя, возьму. Во! Нормас. Та-ра-ти-та. Акт третий большой вес... Подожди, а где второй так-то был? Мы сначала видели первый акт в Монсе среди нас, а теперь какое-то большое веселье. Да-да. Вау, это было смешно. ваши, да, клоунские? Я... Да, весело-весело. Ссыкую со смеху. Со смеху ссыковаю я. Я хожу, просто смотрю по этим. Мало ли, что-то где-то пропущу сейчас. Ибо жарит, да? Ибо хуя. Это, знаешь, это один из хорроров, в которых просто ты вообще не понимаешь, что происходит, не понимаешь совершенно, что творится, и просто, в принципе, ничего не понимаешь. Ты просто ходишь в надежде, что что-то произойдёт. Страшное, не страшное, обычное, необычное. Просто ходишь, штыкаешь во всём подряд, не столько понимаешь смысла, ловишь скаримаки и продвигаешься дальше. Так, ну а что? Что делать-то? Да, это хоть загадки какие-то были. А сейчас чего? Что-то есть где-то? Ну вот опять-таки, я просто ходил туда-сюда. Я просто ходил туда-сюда. Всё. И что-то продолжилось. Ребят, это толстый. Ох, кстати, хорошая превьюшка, неплохая. Нужно осмотреться. Там мужик ходит с кувалдой. Хуя тут буду осматриваться. Так. Раньше мы с папой ходили в этот парк, но после того случая я туда больше не возвращался. Так мы девочка или мальчик? А ломок то, блядь. Объясните мне. Заперто нужно найти, чем его открыть У тебя ломик был, блядь, в прошлом галюне Ломик был, алло Там клуман ходит, кстати Он меня убьет Мальчика, пропавшего шесть дней назад Нашли местные жители Его обнаружили в заброшенной хижине за городом Рядом с парком По словам мальчика, его похитил мужчина, переодетый клоуном Когда он был на отдыхе со своим отцом Я прожил в клетке шесть дней Со мной было еще двое детей Но я был единственным, кто выжил Дома мне стали сниться кошмары А потом я научился контролировать сон И стараюсь забыть о тех днях Подожди, так сейчас контроль идет Неконтролируемый сон, что ли? Я привел для него друзей И приносил много игрушек и еды Я хотел быть ему настоящим отцом Ему не должно было быть плохо И он был счастливым Я все для этого делал Другие дети неправильно себя вели И мне пришлось их угомонить Не понимаю, почему меня называют маньяком Дети любят клоуна Так, это у нас секретная записка О предыстории клоуна, да? Ну, как бы... Не важно, как бы ты же его убил Ты же там его как похитил, детей убивал Так, ты бежишь, да, за мной, да? Да? Бежишь? Бля, бежит, да, смотри, какой черт нахуй Но он превьюж, конечно, перебил того пацана Иди сюда, бля Ой, сейчас бы застрять Ой, застрял Иди сюда Иди сюда Иди нахуй Так, спокойно, спокойно, спокуха Спокуха, братуха-клоун Аккуратно все будет-все нормально Все, спокуха Спокойно Отсматриваемся Ну, он, типа, не особо быстрый Поэтому хуй с ним Я надеюсь, что я не выдохнусь по дороге Бля, во гоняет ржет Во приколист приколюшный ну ловушку я типа не попадаю до хороши кто оставил болтарез на качели нужно запустить рак то чтобы достать его оттуда я так ясно ясно огнем включается лан пока клал немножко в ахуе мы посмотрим его включить но как бы это все такое ржавое мне не кажется у нас типа заработает как-то нет может просто к нему подойти с той стороны это же более логично чем запускать аттракцион лада пойдемте пойдемте попробуем запустить так клоун идет я иду а здесь непреодолимый тупик ясно и ну и хорошо ну и хорошо так зари какие-то работы аттракцион в принципе иди туда я пойду поищу как запустит аркцион все логично человечество все правильно все хорошо все отлично у нас начинает проклевываться какой-то сюжет пацан слэш девочка непонятно кто получили психологическую травму в результате похищения клоуном в парке с ним было еще двое детей двое детей соответственно погибли а он выжил клоун судя по всему был ебанутым навсегда острым предметом я смог это открыть а острым предметом неплохо неплохо так спокойненько тот мальчик его звали питер был особенным я никогда бы его не обидел он был одиноким как я тот человек которого называла своим отцом был монстром я хотел спасти его от этого мира так окей это у нас записки клоуна мы их определяем мы все понимаем ладненько давайте побегаем посмотрим где тут можно чего острые спиздить а вот и все кстати смерть пришла иди сюда интересная дубину и убьет или чё такой вот огромный ты ёбаный dark souls какой-то это босс из dark souls какого аркштейн смок смог вроде аркштейн рыцаря он смог а этот пока не смог нихуя так давайте искать что-то острое где интересно это острое мне найти у тебя есть отвертка кантели ножик нет это тупо с дубиной ходить что ли может не пролезешь я вообще пройти там не могу он прохуяривает только в путь так где есть что-то острое серьезно как в такой панике может что-то найти так ясно пока там отстал поднял здесь посмотрим а из кремника так вон вон там есть что-то острое по любому манекена ну конечно торчит нож естественно хорошечно взял так теперь главный шутман за у него где он где он где он хуй с ним пошли на и на страшный какой парк главный вроде так много гирлянд много так всего а нихера нет освещения никакого гирлянды по моему светит ебически сильно это что-то не работает никак так куда идти короче мы пытаемся бороться со своими психологическими обеими страхами но естественно да конечно 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 теперь нужно предоходитель найти у другого да получается аттракционы взять предохранительном кун кстати завис клоун кстати завис пойдемте искать клоун зашел в тупик и все и поет он сдох он тупанул маленько и кстати мне на руку вполне себе где у этого аттракциона ящик ящик с этим с питанием где блять ладно ищем электрический щиток у этого аттракциона где-то он по-любому должен быть здесь только записочки здесь газеточки ебать целое море манекенов клоун меня опять потерял пойдемте наверх мы пытаемся судя по всему открыть ящик а в ящике скорее всего все наши страшные страхи которые мы должны поломать и разломать слышишь ты дайте проходите какой-нибудь меня нет он стать и на этом на в моменте типа скримером был гораздо страшнее чем сейчас так иди сюда встать я не понимаю где взять про хранитель но вроде не бьет уже хорошо электрических щитков больше не вроде я все оббежал пробежал ничего ничего не нашел смотрим внимательно здесь везде смотрим внимательно может это на качельках лежит кто знает а может он где-то на полу валяется ну либо может какой-нибудь сарай который как бы является складом небольшим хранилищем всякой хуиты которая здесь может пригодиться в этом парке так с n 808 чтобы значил непонятно давайте может быть опять его стопорнем дурачка мужчин сломается бить хотя бы мешать мне не будет ходить о по вижу так и сюда так все сломался отлично его не настоябало блять столько ржать так отлично взял а наоборот сюда что вставил ясно понятно так лошадь мне не убила здесь да да ты почти попал отлично так он идет надо быстро надо быстро действовать вот не быстро есть быстрее быстрее мать угорает я ему акт 4 темный секрет хорошо я не должен отвлекать мать без проблем не будем отвлекать мать значит музыку выключать нельзя сто процентов сразу да так тем секрет это внизу где-то нужно здесь сделать сделать нужно здесь сделать ловушку для монстра мне понадобится колокольчик и что и веревка я колокольчик и веревка и чтобы его приманить а потом повесить так что так веревку вижу допустим чем блять не веревка непонятно о кстати на это мне уже нужны прививку так мои страшные страхи ясно мои страшные страхи все целиком из моей комнаты ну не надо детям ставить такие страшные игрушки концерт к нахуй срок луна я из них сплету веревку мне нужен колокольчик и веревка значит еще нужно значит еще без проблем очень много мелких предметов нужно будет переискать а человек стать наверх пошел нужно было вниз или там монстр внизу сидит это серьезно куча каких-то страшных масок куча криповых клоунов мать похожа на монстра конечно естественно ребенка будут проблемы я должен продолжать охоту на монстры даете пойдем матери посмотрим может у матери в самом начале комната леща что-то лежит так вот так потихоньку а нет не пускает вообще в принципе а задом и задом пускает я ясно ищем колокольчик и ищем веревочку колокольчик и верю но веревка висит вот она пожалуйста веревка блять сам инстаграма от сука канат огромный чем не веревка непонятно скорее всего у него был брат и брат с этим братом что-то случилось его похоронили в маленьком ящике и теперь из-за этого а он выкидет в мусорку все ясно ну с собой забирать и теперь а его мучают кошмары наверное как-то так а что такое где что это рисунок а питер ху 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 сарс питер хусарс это рисунок теперь я могу летать когда сплю чего чего были теперь могу летать когда сплю мать ты вообще нихуя не допляешь ты не слышишь что происходит теперь играть могу летать когда сплю прекрасно как бы за эту музыку не забанить здесь нихуя этот видос то что это классика непонятно играет вообще радийной эпохи 60-х годов это мне явно не нравится не нравится это мне явно нет не нравится мне это явно полетит а банка что там такое топать так громко ло то есть это твою мать колокольчик и веревка так нету ни колокольчика не веревки у меня это полетать научился все колокольчик блять веревка блять еще что мне найти о веревка отлично веревка так а я кстати могу летать понятно тебе как светил колокольчик в маминой комнате ну пойдем возьмем в чем проблема так мать аккуратно мать только аккуратно мать только аккуратно так стивен и нэнси хорошо этих людей зовут также мы ходили кто они зачем эта фотография тут спрятана для молится что непонятно так колокольчик хорошо валим на попа так ну ясно это не мать это глюки пойдем делать ловушку для монстра ловушка готова нужно вернуться в свою комнату и лечь спать окей это типом и матери доказать что есть монстр здесь без проблем давайте я теперь могу летать могу теперь летать да и такой спустя три часа сейчас мать пойдет на кухню без света воды попить как ебанется с порогов через перевязанную веревку как в комнату то залетит ой блять жопа будет гореть неделю жопа с ремня будет гореть неделю матери ловушку подставил мать ночью попить пар а я тебя чуть о чем я тебе говорю я тебе об этом собственно и говорю мать пошла вниз мать не знаю мало что в доме предатель блять живет чтобы матери под ноги веревки вешать я опять в подвале хорошо я спрятал тело здесь нужно заклотить проход в комнату а это его флешбэчные воспоминания о том что случился пиздец лютый и он и пытается забыть а мы как бы восстановили его историю изначально что дальше не так акт 5 конец безумия твою мать это как вы не оглядывайся беги не смотри на беги беги смерть это твои единственное спасение умри то тебе дать что тебе то есть получается наши главные герои в детстве похитил клоун он сидел его начали мучить кошмары какие-то кричи когда тебе захочется его начали мучить кошмары начали видеться монстры всякие решил поймать монстра но в итоге убил свою мать спрятал тело в подвале потом судя по всему не случился провал в памяти и теперь он соответственно а все это вспомнил путем прохождение опять каких-то кошмаров что а что куда не кричать куда кричать а кричу что что не так куда кричать что там такое куда кричать мать мать куда кричать я кричу а кричу со всей силы видишь кричу со всей силы куда кричать что происходит алло там под есть меня заперли в вагоне блять ну вот и что опять ненавижу такие моменты что я стою на одном квадратном метре пространства передо мной дверь блять две сидушки и манекены что я должен сделать на пятки им посмотреть что что куда блять вот сюда посмотреть по упорнее или что тут три кнопки управления левая кнопка правая и блять средние ну ей еще это тоже средние не открывается какая кнопка кричать с а блять я избегал подземного метро чтобы больше не сталкиваться со своими страхами до этого дня мне удавалось с ними справляться я ясно ясно откройте здесь проблема еще с фонариком ли штуку проблем еще реально с фонариком как-то прыгает и ты не замечаешь половину что на стенах висит что-то неизвестно и меня пугало я боялся несуществующих монстров это было лишь мое воображение я не хотел верить в том что моя мать была настоящим монстром так мы сейчас пытаемся что-то вспомнить да значит нам сейчас уже искать записки и это и узнавать свою историю ясно ясно понятно пропустить просить пожалуйста нет нет я спадет ясно так мальчика пропавшего шесть дней назад нашли местные да я понял это мы видели после того как меня похитил маньяк костюме клоуна мое сознание отделилась от реальности я начал погружаться в астрал окей ну то есть начисла рассказывать все то что я в принципе вам рассказал да каждый раз нас чуть чуть вперед продлевать чтобы мы дальше читали 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 газеты я так то это мать с отцом где-то понятно это новый газет люди изображены фотографиях были мои настоящие родителями тогда я не мог сложить этого едино потому что был слишком мал чтобы понять но теперь я понимаю сегодня ночью из психиатрической лечебницы бежали два пациента мужчина и женщина они представляются супружеской парой входят с доверие и могут нанести вред окружающим будьте осторожны и не вступайте с ними в контакт при любом подозрении звоните в местную полицию то есть родители вот эти вот сбежавшие заменили родителей и стали над ребенком издеваться правильно понимаю 6 были жизнь 6 6 жопа какая-то чем-то маржут не смешно же нихуя грустная история что ты смеешься где-то там выпусти меня заебал где-то что делать то делать то чего куда нажать какую сторону мне приглядеться да я вижу тебя что-то там смотрел еще раз записки пропустил нож кнопку нажать алло машинист выпусти заебал этот метро уже сумка лежит прямо так отчетливо не к месту да не нажимается давайте опять по этим пополам шастать глядишь что найдем я ничего не вижу бля давайте ходить до упор туда можете пожалуйста меня выпустить люди товарищи пропустите блять хочу домой устал ой красное солнце символ 1 озаряет путь белым рыцарь символ 2 он сможет найти выход если последует против черной тьмы символ 3 и женщина в синем платье символ 4 шептала ему будь сильным мой белый рыцарь символ 5 и а ведь впереди тебя ждет борьба за зеленые луга символ 6 рыцарь нашел выход как освободить цветочный луга для этого ему нужно вернуться на темную землю и победить черную ведьму символ 7 и он этого и он это а сделал тогда солнце светило ярко желтым светом символ 8 освободив из тьмы каждый уголок зеленой земли символ 9 это мне блять нужно сейчас это все сделать что ли нацфот нацфот к ночь беда как-то вот так вот давайте сразу сразу зацеплю и то и то хорошо если что у нас есть ненавижу клоунов да он заебался чужа ржать ржать он уже заебал но я окей взял эти сил что-то означает как понятно а все ясно ясно поехали так по символ значит а первый чего 1 а ведь красное солнце красное солнце белый рыцарь белый рыцарь окей красный белый дойдешь нахер я на черный нажимал а твою же так ладно красный красный белый черный синий какой белый а до красный белый символ 5 это нужно пройти через манекены путем нажатия на вот эти вот символы ясно 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 они еще картинки тоже обозначены но типа тут какие-то некоторые повторяются желтые белые например одинаковые символы совершенно можно побыстрее пожалуйста так и символ что-то означает ладно поехали красный сим есть красный потом вот такой вот белый спокойно есть потом а потом да бляха потом черный символ 3 как это черный 3 такой что черный 3 а вот такой чужой хорошо черный дальше синем платье символ 4 синий платье символ 4 вот это вот синее платье символ 4 дальше белый рыцарь символ 5 белый рыцарь символ 5 это какой-то крест какой-то крест вот на этот не похож на тот не похож совершил хотя ладно эту а перед зеленый луга символ 6 зеленый луга символ 6 это вот эти вот руки символ 6 символ 7 черная ведьма символ 7 черная ведьма это черный вот такой вот хорошо ясно дальше желтый символ 8 вот этот ну и 9 соответственно зеленый вот этот хорошо загадка ебать сложно какая а доктор питер теперь ты готов поговорить о своем детстве доктор говорит наверно что-то мне бля приглючил так я больше к вам не приду с раннего детства моя жизнь была кошмаром после того как моя мать пропала я живу в приюте я никому не рассказывал что произошло со мной на самом деле тебе все еще снятся кошмары в приюте мои кошмары прекратились меня не покидала мысль что я убил свою мать я всю жизнь жил с этой болью теперь я выяснил что это сбежавшие психи убили моих настоящих родителей пока я был совсем маленький и завладели нашей жизнь ну да собственно так и получилось оказывает не он убил они ну я-то так и сказал все это же понятно я же разобрался как ты это узнал они просто не проски путь сами походу уходят сегодня после стольких лет я погрузился в астрал я увидел все что со мной происходило в то время там ты встретился с ней и что произошло дальше я победил ее и одолел свои страхи и осознал что тогда в детстве я себя спас кого блять вас я так не думаю почему он так не думает что что блять он так не думает он до сих пор в глюках оказался типа он вышел из глюка в глюки а вот оказался в глюках такая вот коротенькая игра сюжета между прочим сюжетом но опять-таки очень очень перегружена всем этим очень перегружена конечно понимаю что читать записки скучно постоянно все это читать конечно муторные но бляха перегружать тоже не стоит очень сильно очень с самого начала много скримеров много каких-то шорохов пердежей смех очень много очень переживает для психологического хоррора этого должно быть поменьше это должно пугать а не просто создавать блять в этот какой фоновый звук вот как-то так вот а на этом собственно все ссылка на поле стали мини-хоррорами в описании под видео подписывайтесь на канал на паблик на твиттер и встаграм комментируйте ставьте лайки нажимайте про колокольчик ставьте на все уведомления всем дальше игрушечка ребятушки всем пока раньше здесь был мат